Итак, мы покидаем Гондурас. Ситуация та же. Мы на пограничном контроле. Обратите внимание, в Гондурас опять очередь, а в Гватемале практически никого нет. Вот так люди работают. Ну что, два штампика получены сегодня. Часа два проедем по Гватемале. Вот заодно смотрите, сколько тут бензин стоит. Это в Кецалях. А дальше нас опять ждет граница. Просто так удобнее, ближе через Гватемалу. На границе Гватемалы работают просто дужки. Вся процедура занимает ровно, ну не знаю, одну-две минуты. И мы едем в Сальвадор. Это новая четвертая страна в этом путешествии. Четыре печати за день. Это пока у меня рекорд. Едем в центр Сан-Сальвадора. В стране Сальвадор. Вся Южная Америка уже готовится к Новому году. Как это ни странно при такой погоде. И вот эта центральная площадь. Наверное, Плассо-Майор, я так думаю. Потому что посередине памятник. Тут много-много елочек. Поехали мы долго. Все в пробках. Почть свободы. А вот это, на что мы смотрим, это церковь. К сожалению, мы внутрь не попадем. Но она внутри очень уникальная. Снаружи никогда в жизни не подумаешь, что это церковь. В Сальвадоре проживает миллион человек. Отключение, что они все здесь, на этой площади. Такой очень многонаселенный город. Но от него практически не осталось ничего. То есть старой застройки никакой нет. Все сидят. Время-то не поздно. Часов, наверное, в шесть. Ано. И вот идем к чему-то красивому. Центр был разрушен во время гражданской войны в Сальвадоре. И вот это здание, это самое старое здание в Сан-Сальвадоре. 1880 год. Здание бильярдное. Все остальное утрачено. Это какая-то прям бездюхо. Не потеряться бы. Вот такая страна Сальвадор. Столица Сан-Сальвадор. И вот там сверху на все это смотрит вулкан Сан-Сальвадор. Действующий, между прочим. И это площадь Пирада-Варио. Та самая, где произошел взрыв. И где убили священника. Откуда началась гражданская война в 80-м году? Гражданская война в разрушении помогло и землетрясение, которое практически стерло с лица земли старый город Сан-Сальвадор. А это библиотека, построена китайцами, руками тех самых заключенных из банд, который новый президент посадил в тюрьму. И избавил Сан-Сальвадор в преступности. А с той стороны мы видим президентский дворец. Он, конечно, там не живет, но считается вот зданием президентского дворца. Атмосфера, да, так, понятно, да? Там где-то смотровая площадка наверху. Это типа как открытая книга. Еще какой-то парк. Куковки Эльф, Сальвадор. И библиотека на заднем плане. Здравия? Да, представлено. Сегодня что, суббота? Ну, в принципе, что-то праздничное. А по-моему, сегодня нет даже. Трибуны за пол. В центре памяти. Здание театра красивое, но это тоже современное. Старых зданий в Сан-Сальвадорео мы не найдем. Еще одна площадь. И пешеходная улица. Ну, в Сальвадорской продолжает веселиться. Везде поют. Все-таки разное. Пойдем попробуем местное блюдо. Куполос. Атентичное кафе. Меню. Меню прибито к доске. К разделочной. Здесь в основном сидят местные жители. Да и вообще, не в основном, а мы одни здесь. Иностранские. Да нет, вот, похоже на туристов. Хотя нет, уже на местные жители. Будем пробовать местную еду. Мы заказывали себе местные еды. Бубусо. Бубусо. И местного напитка орчата из земляного ореха. Ждем. Начинаем с орчатой. Такие стаканчики интересные. Это бубусы. С сыром и с чечеронами. То есть, это со шкворками. Едят руками. Запивают орчатой. Обычно это не открывают так. Обычно это руками открывают. Обычно это едят руками. Потому что очень горячий. Сделал дырочку. Даже получился кармашек. Вот оно как надо было есть. Ну что, в следующий раз приедем в Сальвадор, будем есть правильно. То есть, это как лаваш получает. Вот так. А, и прихватывать надо. Мне больше инжеру напоминает эпиопскую, когда... Найдены сувениры. Какие-никакие. Раз уж мы тут проездом что-то надо купить. Продолжаем традицию. У нас появился новый браслетик. Немножко не по теме. Но вот там написано Сальвадор. Так что я не забуду, что я здесь была. Ну и всякие футболочки. И все такое. После еды возвращаемся в автобус и едем в гостиницу. Немножко посмотрели. на Сан-Сальвадор. А вот здесь делают каток. Здесь будут кататься сальвадорцы. Те, которые никогда не видели снега. С улицам продвигаются вот такие вагончики. Короче, дурдом какой-то в этом Сальвадоре. Ну так, представление имеем. Даже этот медведь, который отмашки. Да. Отмашки, да? Такие потише улицы, по которым нужно пройти. А вот это знак, это знак, что это здание охраняется государством. Его нельзя разрушать, когда будет очередная война. там уж гражданская или какая. То есть охраняемое здание, представляющее культурную ценность. Все, прощаемся со столицей. Сюда мы заехали, потому что отсюда летают самолеты в нашу следующую страну. Ну и вот имеем представление теперь. вон там светится крест на новой церкви, которую мы не увидели внутри. Ну и тут